«Мы должны знать изобретение наших предков», — сказал когда-то древнеримский политик и философ Марк Тулий Цицерон. Можно добавить, что плоды ума и фантазии современников тоже вполне заслуживают нашего с вами внимания. Особенно пристальным и честным должен быть взгляд у профильных чиновников, чтобы не упустить действительно ценные открытия, если это необходимо, вовремя поддержать их финансами из бюджета. Знакомьтесь, это Жанат Кадыров. Ему принадлежит неофициальный рекорд Казахстана по количеству патентов на изобретение. Их у мужчины уже 660 штук, а мечтает, чтобы было тысяча. Официальную регистрацию 250 творений своей фантазии он поддерживает. Для этого надо платить сборы за авторские права. Выходит около 300 тысяч тенге в год. Я поддерживаю для того, чтобы со временем, конечно, такие у меня в планах стоят, чтобы мастерская по изготовлению музыкальных инструментов, либо тот, кто захочет его изготавливать, пожалуйста, может этим патентом воспользоваться. Допустим, есть кастаньета. У меня есть ножная кастаньета, которая под ноги делается. То есть никто никогда не мог придумать кастаньету для ног. Музыкальные инструменты – одно из любимых направлений для изобретателя. Есть 113 разработок. Там и пляшущая пианино, и домбраскладная двусторонняя. Но пока весь полет конструкторской мысли отражен лишь на бумаге. Изобретения ждут, чтобы в них поверили и выделили деньги, как минимум, на создание прототипа. Патентами на свои разработки Сахабайт Инамбаев разрешает пользоваться студентом. Они берут их за основу и придумывают что-то новое. Профессор является самым пожилым действующим изобретателем страны. За ним числится порядка 40 зарегистрированных патентов. Будучи одним из первых выпускников Казахстана по компьютерным технологиям, он остается преданным этому направлению. Я хочу сделать такой цифровальный автомат, который является самым быстродействующим в мире. Есть у меня патенты, есть у меня. Все есть, надо работать. Работы много. Хотя мне 84 года, у меня есть огромное желание работать и учиться студентов. Я на свой возраст не обрешаю на них. Я еще молодой. Азимжан Рамазан из числа молодых изобретателей. Первый патент получил в 17 на набор для экспериментов по электронике. А недавно придумал лодку, которая работает за счет соленого раствора. Экологичная и экономичная альтернатива стандартному топливу. Сейчас Азимжан учится основам финансов, чтобы больше узнать, как зарабатывать на изобретениях. Чтобы в целом начать массовое производство, я планирую, во-первых, запустить мой патент, мое творение в качестве игрушки для детей. Это поможет мне собрать первые деньги, первые инвестиции для моего будущего капитала в компании. Чтобы в будущем уже строить настоящие лодки, корабли, которые уже будут плыть на большей дистанции в морях и океанах. В целом сегодня в Казахстане зарегистрировано больше 65 тысяч патентов. Однако большинство из них выписаны на товарные знаки. Ведь их тоже надо защищать от возможного плагиата. Только 10% регистрации относятся к изобретениям. После подачи заявки проверка может длиться до полугода. Эксперты Национального института интеллектуальной собственности оценивают технические и изобретательские уровни, новизну и промышленную применимость. Стоимость патента зависит от категории. Школьники, пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные получают скидку до 95% и платят чуть больше 5000 тенге. Изобретений очень много подают заявок. И каждый изобретатель считает свою заявку уникальной. Мы это не оспариваем. Наша задача провести экспертизу. Если есть условия для выдачи охранного документа, мы выдаем. Наиболее, наверное, значимый тоже вклад в последнее время изобретения – это разработка и внедрение национальной казахстанской вакцины Казвак. Одна из разработчиков защитной прививки кунцулу Закарья недавно возглавила Академию наук Казахстана, став первой женщиной руководителем в истории организации. Эксперты надеются, что это в том числе снизит гендерные барьеры в науке, как минимум психологические. Уже давно внутренне боимся, что мы чего-то не сможем, что патенты – это очень сложно, изобретения – это очень сложно. Там какие-то схемы, программирование, ничего подобного. Патенты бывают разные, в разных областях, химии и так дальше. Не надо ничего бояться, нет ничего невозможного. Вы же знаете, что женщины могут все. Но есть и то, что запатентовать невозможно. Это нематериальное культурное наследие, обычаи, традиции, предметы, которые передаются из поколения в поколение. Список утверждают в ЮНЕСКО. У нас в стране к таковым относятся Дамбра, Ки, Айтес, Хазахшакурес, Праздник Наурес, Асагату и Тогуск Малак. Туда же входят и национальные блюда. Правда, можно, так сказать, обойти систему, запатентовав технологию приготовления. Например, маринование мяса в кумысе или его сушка в листях крапивы. Айгерима Сагаженова запатентовала аналог кофе на основе растений. Придуманный ей американо-жиде не содержит кофеин. Самая его главная особенность – то, что он не вредит организму. Наоборот, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. И тем людям, у которых повышенное давление, сахарный диабет, могут использовать этот напиток. В целом, этнограф Айгерима Сагаженова с пристрастием исследует казахскую кухню уже больше 10 лет. Придумывая новые технологии приготовления заготовок, собирается вывести нашу гастрономию на мировой уровень. Возможно, какие-то разработки тоже надо будет запатентовать. Существует такой стереотип, что казахская кухня очень бедная, ограничивается буквально двумя-тремя блюдами. Но это не так. Сегодня своими исследованиями мы доказали, что казахская кухня настолько богатая, она очень полезная, она здоровая. И самое главное, что в нашей кухне заложена глубокая философия, которая направлена на объединение семьи, объединение рода. Наверняка большинством изобретателей в первую очередь все же движет желание придумывать, улучшать жизнь и уже потом патент, монетизация и прочее. Например, тот, кто придумал дрип-пакеты, скорее всего, любил вкус свежесваренного, а не растворимого кофе, но при этом не мог себе позволить каждый раз ходить в кофейню или купить кофе-машину. Теперь это изобретение расходится по планете, облегчая жизнь кофе-манов. Ну а сидя за чашечкой любимого напитка, не отгоняйте от себя вопрос «А что если?», ведь именно с него нередко начинаются открытия. Айжан Успанова, Жанрос Монашев, Грани.